Слушайте, ну мне это вообще нравится. Бывший полицейский Денис Коновалов признал свою вину в том, что подбросил журналисту Голунову наркотики. Также Коновалов сообщил, что действовал по приказу своего начальника. Все, занавес. Пропагандисты рукоплещут, в ведомстве Колокольцева поставили галочку, мол, разобрались. Стоять, Казбек, в чем разобрались и разобрались ли? Я имею в виду окончательно, поясняю. А кто может дать гарантию, что ребятишки еще сотню другую дел по той же схеме не закрыли? Там ведь, насколько я понимаю, почти весь отдел оказался замазан, пять человек арестованы. Так вот, я задаю вопрос. Скольким задержанным еще эти красавцы наркоту подбросили и когда оно и началось? Может, они несколько лет к ряду такими фокусами занимались и сегодня по камерам чалится ни одна сотня невиновных? Я считаю, что все дела, которые вел данный отдел вот в этом составе, как минимум должны быть пересмотрены. Ну, а если по справедливости, так и вовсе аннулированы. А то интересно получается. По одному эпизоду отбрехались, от которого уже не отвертеться. Общественности вроде как косточку кинули, сушим весла, сливаем воду. В остальном прекрасная маркиза. Все хорошо еще раз. У меня нет уверенности, что эти полиционеры точно так же по беспределу не укатали за решетку других людей. Разбирайтесь, господа, разбирайтесь дальше. Всех клиентов того отдела домой, нам потом о результатах доложите, так будет правильно. Я считаю, или кто-то не согласен. Начинаем. Ну и раз о полиционерах уже начали, вы не поверите, но они сами признаются, не все в порядке в датском королевстве. Точнее, в правоохранительной системе в целом. На днях сразу несколько источников СМИ разразились публикациями на тему «Рядовые силовики выступают за отставку министра Колокольцева». От имени сотрудников, в частности, высказались глава Московского полицейского профсоюза Пашкин, а также главред паблика, омбудсмен полиции Воронцов. Это самое крупное тематическое сообщество Брунете. Его участниками являются почти 400 тысяч бывших и действующих стражей порядка. «Нас превратили в удержиморт», констатируют спикеры. Вместо охраны правопорядка и борьбы с криминалитетом, органы все чаще используются для подавления гражданской и политической активности масс, для обслуживания интересов коррумпированных чиновников и бизнесменов. «Палочная система приобрела чудовищный характер. Дела заводятся и закрываются по указке сверху. Зачем? Почему рядовому сотруднику не объясняют возбудить и все или закрыть? Попробуй человек возразить, у него тут же проблемы начинаются. Надо ли говорить о том, что обычные граждане полицейских ненавидят? Просто нередко боятся». Человеку в форме часто стали относиться примерно так же, как относились к бородку в 90-е или к фашистскому полицаю во времена Великой Отечественной войны, к слову, иногда и небезосновательное. «Инвалиды, отпустите вы, пожалуйста!» «Ох!» Да и сливают затем этих рядовых сотрудников, как ненужный балласт, причем свои же. Ну, давайте попытаемся вспомнить хоть одно громкое коррупционное расследование в рядах МВД. Вы хоть раз слышали, чтобы на скамье подсудимых оказался какой-то большой чин. Обвиняемый, как правило, капитан, майор, в лучшем случае подполковник. Такое ощущение, что все, без исключения полицейские генералы, это кристально честные люди. С личным составом не повезло. Каждый второй прапорщик, каждый третий сержант, каждый пятый старлей вор, жулик или бандит. Несчастный генерал уже не знает, какие еще меры предпринять, чтобы от крыс избавиться, ах, крыс меньше, не становится. Кстати, история полковника Захарченко весьма показательна, ну, у которого 9 миллиардов наличка и нашли, и про которого нам на протяжении нескольких лет пропагандисты в уши дули, каков мирозавец. 13 лет тюрьмы и штраф 117 миллионов рублей. Кроме реального наказания, экс-полковник Дмитрий Захарченко лишен звания, всех госнаград и не сможет после освобождения служить в правоохранительных структурах. Но это еще не финальная точка этого процесса. Адвокаты подсудимого обещали обжаловать вердикт, а еще один, вероятный сообщник, до сих пор в розыске. Как раз то, о чем сказал выше, в деле не фигурировало ни одного большого чина. Какой-то мелкий полковник, который был всего-навсего в Рио начальника, да и то лишь в последнее время, ворочал миллиардными взятками, камазами брал, а наверху никто об этом не знал. Я, когда следил за той историей, постоянно вспоминал монолог Задорного о его поездке в город Николаев. Увидел там, рассказывал сатирик, плакат «Николаев строит коммунизм». Николаев один. Иванов, Петров, Сидоров в этом и не участвуют. Один Николаев строит коммунизм, он и повесил этот плакат. Как-то так. Это реальная журналистика, «Эффект вставания с колен». Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну а теперь предлагаю переключиться на прочие приятные новости. В России закрываются сразу пять заводов по производству сахара. Вы не ослышались? Пять сахарных заводов. Это не какие-то там маленькие цеха или производственные площадки средней руки. Пять огромных предприятий в Башкирии, в Татарстане, в Тульской области и в Краснодарском крае Пятый, Садовский, это в Воронежской губернии, уже не работает. Мы работать согласны. Откройте что-нибудь нам на этом месте. Создайте! Вы рушите все! Вы создайте! Они же ничего не... Создайте! Вот хвалится... Там-там... Мы не видим этого. Создайте! Суммарная мощность закрывающихся предприятий свыше 150 тысяч тонн готовой продукции. Порядка двух тысяч человек в совокупности работали на этих заводах. Сегодня выяснилось, что данные производства стране не нужны. Вообще, конечно, как будто бы эксперты, на коих ссылаются пропагандисты, винят во всем рынок. Продажи падают, особенно экспортные. Цены на сахар снижаются. Рентабельность ниже некуда. Короче, невыгодно нынче этот продукт производить. Но у меня, вот вы знаете, присутствует стойкое ощущение, что идет целенаправленное уничтожение отрасли сельского хозяйства. В смысле, я устал слышать один и тот же бред, а потом ощущать на собственной шкуре, что меня обманули. То, значит, нам рассказывают о небывалом урожае пшеницы и переизбытке ее на рынке. Поэтому продаем ту пшеницу за бугор практически задарма. Сокращаем объемы производства. Через год хлеб в цене дорожает. У нас дефицит зерна, потому что... Затем россиянам чешут о переизбытке картофеля, который не востребован, посему гниет в полях. Опять снижаем объемы производства, уничтожаем совхозы и фермеров. А очень скоро выясняется, что у нас даже на семена того картофеля кот наплакал. В Египет едем закупать. Историю с рисом и с гречкой в начале десятых тоже помним, да? Сейчас вот с сахаром. Та же ситуация, чую намечается. Повторюсь, у меня стойкое ощущение, что в Министерстве сельского хозяйства страны засел враг и сознательно убивает отрасль. По-другому такую преступную халатность я объяснить не могу. Кстати, вот это помните. Хочу вас спросить, как у человека, который, как вы говорите, специалист в деле, в сельском хозяйстве, чем отличается сахарная свекла от кормовой? Пожалуйста. Пожалуйста, ответите на мой вопрос. Это чисто формально. Вы не можете ответить, чем отличается сахарная свекла от кормовой. Вы даже не знаете, какого она цвета. Как вы можете быть? Я вам что отвечал после того, переградите фронтографию. Нет, я согласен. Рынок – штука неустойчивая. Рынок сельского хозяйства вообще лотерея. Там что-либо предсказать невозможно. Сегодня густо, завтра пусто. Допускаю, что последние пару-тройку лет сахарное производство переживало небывалый подъем. Как следствие перепроизводства, отсюда и снижение спроса цен. А если в сентябре не урожай? В мире и так лет 10 следующих. Снова чинуши руками станут разводить? Ой, что-то мы не подумали. В конце концов, есть система господдержки. Почему-то, когда нефтяной рынок проваливается, государство тут же начинает субсидировать нефтяников. Миллиарды бюджетные в них вламывают. Не закрывают ведь какую-нибудь Роснефть. А помогают оставаться на плаву. Сельхоз предприятиями. Почему должно быть по-другому? Хотя я и так знаю почему. В нефтегазовом секторе ученуш свои интересы. Они не столько отрасль спасают, сколько собственные карманы. А крестят с крестьянина-то. Много не наваришь. Плюс работать там надо. Поэтому и интереса. У толстозадова чиновника в этом направлении минимум. Проще уничтожить те заводы. Как их упырями после этого не называют. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы. Предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова